Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал Радиоцентр Сангейтс начинает свои программы. Ну и сегодня у нас пятница, а пятница, как мы знаем, это День Венеры, а Венера у нас связана с любовью, и поэтому у меня сегодня на экране совершенно удивительная, совершенно замечательная, совершенно красивая женщина, которую зовут Элла Арбит, которая сегодня находится в данный момент в солнечном Майами. Элла, здравствуйте! Здравствуйте! Я не скажу, а может быть не буду смущаться, мне папа сказал, и ласковая. Да, и ласковая. Бог сам велел быть ласковыми. Да. Ну и поскольку все-таки в День Венеры мы должны говорить о прекрасном, то самая главная тема о прекрасном, это, конечно же, тема, которая связана с любовью. Ну, о прошлой программе мы с Эллой беседовали о том, что такое здоровье и как это связано с умом. Ну и я хотел бы еще раз сказать, для тех, кто еще не знает, таких, конечно, очень немногих, много. Элла Арбит – ученица Бога. Она выпускница аспирантуры по изучению интеграционной медицины. Ну и вот тема нашей программы, во-первых, любовь, она связана, это свет, это свет, который озаряет нас, который озаряет нашу душу. Ну и, соответственно, вызывает ответственное чувство, которое называется любовь. Ну, а свет – это здоровье. Ну вот давайте мы поговорим об этом. Элла? Да, пожалуйста, с удовольствием. Значит, Будда со мной работает изначала. Будда и я сочетаемся очень часто, и ритмически, и эмоционально иногда, и с ним хорошо похохотать тоже, это правда. Но Будда очень целеустремленный в плане чего? У него есть нагрузка от Бога насчет меня. Будда и я наверху работали вместе, мы друг друга хорошо знаем, мы сочетаемся очень откровенно. На что и рассчитывали, когда я пришла на этот путь, что со мной можно легко найти внимание к другим людям. То есть конкретное отношение было. Так оно и началось. Началось overnight, началось буквально во сне. Я проснулась, я не могла выйти из этого сна, пока мне все не рассказали, не показали и не отдали мою душу Богу после этого. И Бог начал со мной путь. То есть, что такое творение? В творении участвуют, смотря на каком уровне вы стоите, а на здоровом уровне много что происходит. К счастью, я это знаю, я здоровый человек. То есть Будда дал мне определение, мы работали в Майами над понятиями, тренировка продолжается постоянно, хоть я автоматически вышла из клинического ума, но он периодически приходил ко мне, потому что я обожаю быть клиником, я обожаю быть медиком, я обожаю быть новым структурным понятием. Что ж такое медицина? Будда дал мне это понятие. Смотрите, свет — это здоровье, сопряженное с любовью. И в конце еще добавил что-то мне, как мне к счастью подойти. Но это через ум. Михаил, архангел Михаил дал мне другое уличное понятие. Он говорит, совесть равняется любви к себе. Это легкое понятие. Бог мне дает еще несколько понятий. Но универсальное понятие я бы хотела преподать людям только то, что пока на данный этап дается Будда. Свет — это здоровье, сопряженное с любовью. Итак, в чем же вопрос? Ведь подытожить это всегда нужно. Ко мне всегда возвращается мой разум, не просто ум. Разум клиника владел ситуацией, когда я клинически работала. Интеграционно я рабочая лошадка. Я всегда задавала вопросы Богу. Я отошла от учебников довольно спонтанно. Видно, Бог того хотел. Стал преградой перед старым умом и всегда толкал меня в спину на новое. И удивительно то, что оно получалось очень интеграционно. Мои пациенты, допустим, я работала часть времени в клинике, куда приходили после госпиталя. Сложные случаи, много ортопедических случаев было. И много-много травм. Много травм. Мы их ставили на ноги. То есть, как интернист, я работала в выходные дни. Я обожала свои выходные. Мне предметно было доверено это дважды. Я один раз ушла из этой клиники после смерти моего мужа. Я завязала немножечко работы. И потом вдруг начали меня. Мне нужна Элла, руководитель этой клиники, кричала во все узлы. А это спонтанно получилось. Элла вернулась. Элла опять начала. Я хотела там работать. Это было близко к дому. Я с удовольствием там работала. Что же получилось? Много раз мои пациенты задавали мне вопрос. Что случилось со мной? Честно говоря, будучи чистым человеком, взывала к Богу автоматически. Абсолютно. Я, культурно говоря, работала на автомате. И мне приходили сведения, что же случилось с этим человеком. Много раз я не рассказывала этим людям. Потому что я чувствовала, что Бог стоял горой и говорил, не надо. Но я честно видела, и со мной Ванга тогда стояла, и как человека, который умеет ясно видеть, я видела абсолютно, что что-то прекратилось с этим человеком. Их жизнь приостановила. Не наказала. Изменила время, потому что не сильно шли по дурному пути. Это раз. Во-вторых, были случаи. Я подытожу просто мои годы активной работы. Что это все значит? Это большой богатый опыт. Многих отвели от смерти. Они поломали бедро. Но они отошли от смерти. Они лежали и каялись. Тогда мне разрешали говорить, вы знаете, вам повезло. У американцев есть такое понятие «blast and disguise». Я не люблю это понятие. Теперь сегодняшним умом я все равно не хочу об этом говорить, как положительно. Это не положительная эмоция. Нужно вообще не приходить в тот момент, когда тебя должно уже так тормозить, что твое здоровье уже должно рассчитываться за это. Я бы рассчитывала на хороший опыт. Что ж такое хорошее? Увы, сомнения людей приводят их к травмам. Хорошо иметь совесть. Но совесть это материя. Моя совесть уже стала полотном. Полотно, Михаил. Странное понятие, правда? Ну, своего рода, да. Ну, как бы не то, что странное, но не совсем понятно. Ну, вот если вы нас сейчас просветите. Ум 21 века, вам скажет откровенно, после работы с Богом, с Бором даже. Я в Майами работала немножечко с Бором, как и с Вангой. Вы имеете в виду Нильса Бора? Да. Как Ванга начинала со мной работу на матрице. Да. Как Ванга со мной... Я с ней изучала матрицу. Я не могла сама начать. Это невозможно узнать как. Так, Бор мне помог начать материю. Оно внезапно получилось. Это все работа спонтанного ума. Спонтанный ум — это рациональный ум на моем уровне. Меня влекут спонтанность. Оттуда приходят очень правильные знания. Мне спонтанники не умеют знать. Спонтанники всегда творили. Что же является... Вот, допустим, у меня есть плоть. Она выраженная Богом. Это уже полотно. То есть мое неограниченное здоровье, потому что я не ограничиваюсь только своей плотью, мне приносят здоровье, как сказать, чем попало Бог, говорит. Кодом, энергией, вибрацией, синхронностью с ними. Или если мне нужен отдых, я могу вообще войти светом в Михаила. Меня Миша, мой архангел Михаил, тренировал, тренировал, войти. Но это у меня получилось даже без ума. Спонтанно. Но я столько с ним уже работаю с Михаилом. И на все жизни приходила с Михаилом. И с детства, что мне повезло, с детства он меня вел к Богу. Во время сна, с рождения я ходила к Богу. До восьми лет. Мне не разрешили это знать. Закрыли мою матрицу, где я это помнила. И я не помнила мои ранние годы. Я иногда спрашивала Бога, почему я не помню. Нельзя было. Очень много информации в тот момент было принесено мною на землю. С зеро до восьми моя душа приносила на землю все мои новые. И Бог не хочет дальше проходить по этому пути создания. Слово создания пришло из новой матрицы, на которую меня только что переключили во время этого разговора. Что же произошло? Бор мне помог, Будда мне помог. Они совершенные умы в этом плане помогли мне понять. Не просто искусство, как знать, как достигать здоровья. Это большой плюс. Достижения даются нелегко. Поэтому, говоря уже с новой матрицей, я вам скажу, что оно не будет дано всем. Это точно, это не от меня зависит. Меня только что переключили, чтобы я сказала эти золотые слова. Нету глупых, есть неразумные еще люди. Поэтому у каждого будет свой путь. Я не могу отвечать за все. Я не могу. Я не вправе. У Бога есть способ, и Бог должен... Это заветная медицина. То есть, если я соглашусь на заветность медицины, это будет только с тем понятием, что я не отвечаю за всех. Я могу дорожить человеком, но не отвечать за этого человека. То есть, идя вперед, будут разные случаи. Меня предупредили, будут разные случаи. Кто-то получит сразу все. Он был готов. Он давно ждал. Он был на земле, может быть, много раз. Он спонтанный человек. Не спонтанный. И должны продолжать, как и мы все учиться. Мы учились. Нету равных. Так же, как и отпечатки пальцев. Только поэтому, между прочим, мне скажут, я уже практически несколько раз подходила к этому моменту. Это вибрационные поинты. На что Бог рассчитывал, что я тоже определение дам скоро. Может быть, в передаче. Откуда у нас отпечатки пальцев? Что же в них хранится, между прочим? Какой код в них стоит? Я уже работала на этом уровне с людьми. Феноменальная реакция была у человека. Но это было произведено спонтанно. Мы сидели в Чикаго за обедом. Не буду говорить с кем. И я сняла панику. У человека просто используя мои фингерпринты. Да. Значит, опять. Здоровье – это свет. Ну, это может быть еще и кодом. Спонтанным кодом. У каждого свое. У каждого свой уровень. Но зависит от совести. Я изучала это, громко говоря, с Богом очень сильно. Но интересная вещь, я когда работала с моими деменция-пациентами, я находила интуитивно, меня Бог просил тогда интуитивно, не знать ничего, зайти в интуицию, в мой God feeling, в мою клиническую совесть и найти их разум. У меня были свидетели. Я ладонью могла найти у абсолютно забитого мозгами человека уровень их ума. Я работала магнетически. Я тогда работала в магнитном поле. Я прикладывала, я искала магнитность этого человека, откуда можно найти этот ум. Они начинали такие вещи, говорит, правильные. Я боялась этого человека. Со мной медсестра ходила, когда я делала обход своих пациентов. Она сложно к этому относилась, потому что я творила чудеса. Но это не было чудом. Вы знаете, Элла, я тем не менее должен отметить, это я уже, так сказать, обращаясь к нашим радиослушателям, видеозрителям, поскольку все наши программы записываются, они выставляются и в YouTube, и на Facebook. В общем-то, я был свидетелем многократно. То есть, мы с вами вот о чем-то беседуем, и вдруг вы говорите про этого человека что-то. Причем совершенно, буквально проходит, ну, несколько секунд. Это было, ну, не знаю, на моей памяти было много раз. Вот этот человек пришел сюда, да, он пришел сюда, но с ним программы делать не надо. Почему? Потому что, ну, вот была женщина, а она уедет через полгода. То есть, она только приехала, вот была женщина, она приехала из Голливуда, из Калифорнии, и она пришла к нам, русскоязычная, ну, правда, по-английски она значительно лучше говорит, она скринрайтер, то есть сценарий писала там. И она приехала, и казалось, вот-вот-вот уже наконец-то вот у нас что-то появляется такой интересный очень человек. И вы такое сказали. Ну, я пропустил мимо ушей, как это может быть. Она только вот, только приехала в Чикаго из Калифорнии. И вдруг выясняется, ну, то есть, она к нам ходит, мы, значит, делаем что-то такое. Вдруг проходит там месяца три, она перестала приходить. Ну, я позвонил, спросил, она говорит, ты знаешь, я пришла к выводу, что мне нужно уехать вообще из страны, то есть на какое-то время. И это как раз совпало с тем, то, что вы говорите, то есть, это действительно такие случаи бывали, они и бывают и сейчас. То есть, я еще раз повторяю, и по другим людям, то есть, вы говорили, и оно действительно так было. Скажите, а вот как вы это делаете? То есть, вы видите, это как на таком интуитивном плане или как? Я могу уже рассказать, я могу уже рассказать. Настердамуса вы помните? Ну, конечно, кто ее не помнит? Это такой же самый ум. Я, правда, лично с ним не знаком, но стал. Настердамус, окей. Катрена. Да, сейчас со мной шутят сверху. Окей, давайте я вам расскажу точно. Я могу найти, как папа говорит, бог говорит, иголку во вселенной. То есть, я матрично работаю. Матрица то, что знает. Нет. Есть в нашем мире много людей, которые понимают, это умно. Знать, это уже совсем другая этиология ума. Это этично говорить об этом, не во время радиопередач. Или, может быть, я сейчас скажу пару слов. Во-первых, у меня тренированный ум. Живя и работая в Аризоне, прилетая в Чикаго, я трудилась очень сильно с утра до вечера. Две недели я, три года, две недели работала клинически, чтобы две недели освободить и оставить время для помощи Чикаго. Я шла вслепую, меня бог научил так торжественно работать, потому что я начала уметь работать на таком очень сильном уровне. Оно уже заложено во мне. То есть его божья матрица, его смысл, а это слово смысл, я понимаю внутри себя. Это автомат, который работал у людей в шестом веке. Смысл ловится и не ловится. Это вложенное чувство, которое я работала, я отрабатывала на легком уме. Почему я хотела заработать себе на более красивый путь? Я достигла этого. Это достижение, которое работает, чтобы хранить других людей. Я хранила ваш ум, ваше время, потому что это applied science. Таким умом нужно не распыляться. И я каждому не скажу. Мне бог показывает, кому сказать. Элла, у меня к вам такой вопрос. Скажите, ну ведь этому, наверное, можно научиться. Когда-то в древности, в ведические времена люди владели такими вещами. То есть это то, что сегодня называется какая-то интуиция или экстрасенсорные способности. Ну, в общем-то, многие владели. Но сегодня это ум есть только индивидуальности, яркие индивидуальности. Вот они владеют таким даром. А обычный человек мог бы этому научиться? Это работа, это совершенный труд. Я сейчас спрашиваю внимательно и спрашиваю у бога. Он стоит сзади меня, возле моего спинного ума, где он владеет моим умом. Сейчас он владеет моим умом. Он говорит просто, я уже могу кодами передать. То есть это сразу улавливает смысл. Это легко. Они говорят, смотри вперед. Меня всегда учили смотреть вперед. Там уже написано это. Легко, я могу передать. Я могу передать любому человеку этот смысл. Но, между прочим, это та теория, которая... Вы знаете, сколько нравственных путей? Это outside of my body. Это я могу поймать этот смысл outside of my body. И мне проще так. Да, можно я уточню просто. Дело в том, что те, кто не слышал нашу прошлую передачу, о прошлой передаче, мы как раз, Элла, и говорили о кодах здоровья. То есть Элла дает коды здоровья людям, которые имеют какие-то проблемы и на физическом уровне, и на ментальном уровне. И вот такой код здоровья человек получает. Ну, мы сейчас не будем останавливаться на технологии передачи этого кода. А вот конкретно. Вот он получает такой код. И происходит как бы вот такое чудо маленькое, что ли. То есть происходит именно там выздоровление, оздоровление. Или процесс начинается. И вы имеете в виду, когда вы можете дать вот такой код, получение человеком, у него открывается, ну, будем так говорить, третий глаз. Вот к примеру так. Не дай Бог. Я правильно понимаю или нет? Не дай Бог третий глаз. Не дай Бог. Ну, я условно говорю третий глаз. Появляется чувство, которое вот вы ему передаете. Вы же передаете код. Код чего вы передаете? Я вам скажу, Бог говорит, говори о своем... Я эталон ума, если спросить у Бога. Потому что я полностью открыта. Полностью. Давайте говорить так. Со мной работал доктор Мамоад, доктор Мамалидис. В честь его названный госпиталя. Он до сих пор живет в наших умах. А кто это? Вот я как раз таки не знаю. Ну, это Арабай. Он еврей. Он жил в 14 веке. Он простой человек. Он пришел на свет. Он скоро будет опять жить на земле. Мы с ним часто меняемся местами. Или я ему помогаю сверху, или он меня ведет по этому пути. Мы меняемся. У нас очень похожие пути. Всегда мы приходим с каким-то определенным мнением о том, что такое... Ну, папа говорит, не говори о нем. Кто захочет, тот найдет его. Доктор Мамалидис. Допустим, его... Он писал Талмуд. By the way. Он писал Талмуд. Он писал о здоровье. Он был ученым. Он писал Талмудные мысли. Он был открыт на 98 градусов. Я открылась... Я пришла открыть много вещей. Среди них, о чем можно в этом году говорить, спиритуальная ДНК. Я открылась на 168 градусов. То есть это намного более прогрессивный путь для человечества, чем Талмудский путь был когда-то. То есть смысл. Если вы говорите о смысле, нужно правильно дать определение смысла. Как я нахожу... У меня уже открытый широко ум. Я могу... Я не буду говорить, папа говорит, не рассказывай полностью, потому что это агрегатное здоровье. Я получу очень много пациентов, а я этого не хочу. Папа просит меня не открываться полностью в этом смысле. Я умею, я хочу рассказать, что я умею. Это будущие шаги. Но уникальность в том, что я разрешила... Давайте говорить о правильном уме. Я разрешила Богу подойти ко мне близко через энное количество попыток. Я была, грубо говоря, такая же неумная, как и все остальные. Я была хорошим человеком. Я не знала ничего, кроме того, что знали все вокруг меня. То есть ограниченность была полностью. Как только он подходит, и вы разрешили... Миракл after miracle after miracle уже все работает. Я могу уже объяснить уже человеку. Не надо заботиться обо мне. Я в порядке. Нужно помогать другим людям. Как? Совершенством. Свет. Вот это то, что я сейчас с вами рассказываю. Эти понятия. Пусть они сочатся в вены этих людей. Если у нее пятница, если у нее такое... Спасибо. Был хороший день. Нужно продолжать. Просто продолжать. Начинать не поздно никогда. Я себя не влекла даже ни на какие понятия. У меня все открывалось. У меня все разрешалось. Я была спонтанна. Спонтанна. Это чисто еврейский ум. Спонтанна. Через Вангу можно, если не евреи. Ванга в притирочку со мной всегда стоит. Она любит со мной работать. Она очень ответственная и скромная. Ванга чистоплотный человек. В моем понятии до сих пор человек. И почему она человеке считается Богом-человеком, тоже нужно объяснить. Куда этот ум уходит. Куда наша плоть сокращается. Это квантумные работы, которые я пришла. Это мой труд. Я пришла на землю ради этого жить. Мне нет необходимости об этом даже умалчивать, скрывать, не сказать. Как хотите. Но крутиться я буду вокруг Бога. Я не имею права ничего другого знать. Для меня Бог. Это мой спутник. Это мое нравственное начало. Он мой отец. Она моя мать. Я никогда не имею права отойти. Я потеряю себя полностью. Я стану бревном опять. Нельзя. Я не имею права не сочетаться с их мнением, с их совестью, с их настроением на все, что происходит. Иногда они опережают меня, если я капризничаю немножко. Вот я не хотела выходить из этого состояния, где я закрыла медицину и закрыла все. И так хорошо. Просто, просто, вот просто. Нельзя. Дали нагоняй немножечко. Иди вперед, тащи людей. Понятно. Понятно. Хорошо. Элла, скажите, ну, мы с вами говорили о том, что вы не просто, мы сейчас беседуем, а, в общем-то, наши беседы, наши с вами программы, они, помимо того, что они несут очень серьезную информацию, и они еще и непонятны, потому что, ну, мы не готовы, очень многие из нас, мы не готовы к информации. Мы сейчас, так сказать, будем к ней подходить уже, но пока мы не готовы. Так вот, скажите, у вас существует целая программа, то есть сегодня вот эта программа, формат этой программы, это наши с вами беседы. Потом у вас есть, конечно же, вы принимаете людей, которые к вам обращаются, вы им помогаете, и вы это будете делать даже у нас в Сангей-центре. Скажите, а есть ли какие-то такие выездные сессии, которые сегодня называют ретриты, где бы люди могли, находясь, ну, в условиях более комфортных, более свободных, скажем, на природе где-то, или даже, может быть, не знаю, в горах, может быть, там, на море. Вот именно сочетание техники передачи кодов и вашего обучения именно с природными, скажем, условиями, где человек освобожден от всех тех, ну, вот он на работе, потом выкроил у себя там какое-то время, приехал к вам на опойте и опять на работу. То есть у него нет возможности работать в этом направлении. А там как-то уже свобода, ну, хоть какие-то там 5, 7, 10 дней у кого как. Есть, да, такая у вас программа? Что высший разум разрешил сделать? И просит, чтобы я не отошла с этого места и сказала всем громко, что я сделаю это. Разрешили начать с Будды. Философски, никак иначе. Медицински здесь ничего не будет. Я ушла с медицины, я не буду возвращаться, я не имею права на это. Но интеграционно разрешают давать его энергию, тепла. У него энергия, безусловно, нестабильно красива. Она просится войти в тебя. Она настолько легкая, добрая, чистое сознание, потому что Будда — это сознание, и оно настолько красиво, что оторваться невозможно. Тепло неимоверной красоты. Он сочетается с душой человека. Что же такое тепло? Да в данный момент людям нужно ничего, кроме то, что успокоит душу у человека. То, что создание может дать сегодня, это теплоту Будды, и я считаю своим долгом сказать, что нравственно начинать с этого. Не уговорами, даже не знаниями. Тревогой, может быть, наши лекции все-таки приводят к какой-то немножко доброй тревоге. А что же? А когда вы сможете на автомате сказать, а что же? Потому что душа человека должна любить себя. Это уже другая часть более легкой возвышенности любви. И путь к здоровью намного быстрее происходит. Не надо заниматься научными знаниями. Не все должны глубоко входить, потому что я пришла на этот облик, чтобы учить учителей. Рядовому человеку нужно почувствовать доброе тепло сверху от отца с матерью. Они разрешили Будде это сделать. Почему? Он более универсальный. Пусть будет наш универсал Будда нам будущим строением, в котором можно спокойно жить. Я с удовольствием. Я не могу оторваться уже от этой мысли. Пусть будет так. Понятно. Ретриты или сборы, или поодиночки. Хотя Бог просит, чтобы собирались, будет проще. Так много больше получится для здоровья общего, не единиц. Это их желание. Я не буду оторваться от этих мыслей. И пусть потоком любви пойдет к вам. Может быть, после того, как вы послушаете и проникнуетесь, пусть совершится какой-то маленький мир. Пусть придет Будда к вам незаметно. И будете в рядах уже верующих людей. Пусть случится это здоровое счастье у вас. А вдруг вы почувствуете. Очень часто, когда я наедине с человеком, в подтверждение моим словам, приходит сумасшедшая энергия любви. Это было неоднократно уже. Если вы откровенны, пусть это случится. Обратите на это внимание. Может быть, это будет ваш первый знак. Элла, спасибо вам большое. Как всегда, очень интересно. Как всегда, очень познавательно. Сегодня тема, мне кажется, очень энергетически емкая. Дело в том, что, ну, во-первых, само по себе энергия дня, она действительно, как мы уже сказали в начале нашей программы, это энергия любви. Ну, и мы сегодня говорили, то есть, ведь Будда-то пришел на Землю с определенной целью. Во-первых, он пришел на Землю, чтобы уничтожить насилие. Это называется ахимса на санскрите. То есть, нельзя живое убивать или как-то вредить живому. Мы души, и мы живые. И это, конечно, нельзя. Это первое. А второе, это то, что сегодня все сконцентрированы на каких-то своих делах, идеях, работах и материальных желаниях. А единственное желание, которое не материальное, это любовь. А любовь можно достигнуть только, если нет вокруг ничего материального. То есть, освобождение вот от этих, скажем, желаний, которые у каждого человека есть. Это очень сложно сделать, но, тем не менее, вот Будда сумел. И он стал просветленным, и есть последователи, на самом деле. Ну, вот мы сегодня об этом и говорили. Дорогие друзья, наша программа подходит к концу Элла. Я вас благодарю за ваше время, которое вы нам уделили. Ну, и если кто-то хочет пообщаться с Эллой Арбит, если кто-то хочет оставить свои комментарии, замечания и задать вопросы, пожалуйста. Это тройное W, sungatesradio.com, sungatesradio.com. Это телефон 847-226-9956. Ну, и это скайп, sungates108. Большое спасибо еще раз. Всего вам доброго, любви. В первую очередь. Ну, и до новых встреч. Я возьму одну секунду вашего времени, потому что Будда сочетался со мной только что умом, когда я слушала вас, и он сказал, я только надеюсь на любовь. Может быть, мое тепло разрешит этой любви произойти. То есть, влияние это будет Будды, его значение, помните о нем. Но в то же самое время конусом я видела, что отец благословил sungates. Он ответил Будде на его нежное назначение и сказал, я благословляю Sungate Center, я благословляю Эллу на эту работу. Вот что произошло сзади вас во время вашего подытоживания. Да. Если это звучит не по-русски, будем так говорить, то я от своего имени приношу извинения, потому что это именно специфика человека, который проживает много лет на территории Соединенных Штатов и думает уже, скажем, ну, если не точно по-английски, не только по-английски, то во всяком случае на двух языках. И бывает очень трудно сформулировать мысль, перевести ее на русский язык, потому что люди, которые живут здесь, они не переводят, допустим, которые долго живут, они не переводят. Они просто прямая речь, вот как она звучит, поэтому не всегда она стилистически может быть и доходит на нас. Вот это последняя ремарка. Элла, я прошу прощения, что я, так сказать, от вашего лица это вот озвучиваю. Это было от Бога, потому что, между прочим, конкретно говоря, они не ждут совершенства. Это был неложный способ сказать, совершенно никто не мы. И это первое, что это не ошибочно, мне сразу об этом сказал весь свет в самом начале. Не жди совершенства, но жди любви. Ну, на самом деле, так оно и есть, потому что человек действительно несовершенен, рождаясь в физическом, этом материальном теле, он сразу себя ограничивает, поскольку тело имеет свои ресурсы, тело имеет свои ограничения. Нет никаких ограничений в духовном мире, там существует только любовь, любовь одной души, будем говорить другой души. И ко Всевышнему, Элла, еще раз большое вам спасибо и до новых встреч, всего доброго. Спасибо вам, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok